Сегодня у нас есть гость, который уже, я смотрю, становится все чаще и чаще, как бы не совсем гостем, да, Дмитрий Людкевич. И я верю, что есть что сказать. Шаббат шалум. Да, я, по-моему, зачастил, да. Сегодня меня некоторые называли О. Подходит, говорит, О. Я говорю, не, меня зовут не О. Но я верю, что действительно есть что сказать. Но, во всяком случае, я не очень верю в совпадения. А сегодня их было достаточно много. Я ехал, когда на служение, в машине играло радио и играли какие-то, знаете, старые песни. Вы любите старые песни слушать? Я тоже иногда их слушаю. Знаете, играли старые песни. И у них есть одна определенная особенность. Знаете, какая? Они возвращают нас в прошлое. Воспоминания. И воспоминания, в них есть нечто приятное, когда неприятное, да. И когда воспоминания неприятные, мы опять переживаем какие-то события заново, и нам становится больно, как было раньше, да. Мы возвращаемся в прошлое и переживаем что-то неприятное. И мы любим, как правило, приятные воспоминания. Аминь? Любите, да? Да. И, в общем-то, я ехал, слушал эти песни, как-то вспоминал, и мне было приятно как-то. Так моей душе было приятно. Это были не духовные переживания. Моей душе было приятно. И я так вот ехал, как-то размышлял. И постепенно я начал думать о том, что, знаете, а неплохо было бы поговорить о воспоминаниях. Ну, так. О том, что такое память, что такое воспоминания. И я, когда пришел, я не собирался вообще сегодня проповедовать. Ну, вот, перед служением меня спросили, а, в общем-то, есть чем поделиться? Я говорю, ну, попробую. Для меня большим ободрением было, когда Сергей комментировал Тору, когда он начал говорить со слов «помни». Я обратил внимание, когда он употребил это слово, я думаю, о, интересно. Опять о том же, о чем думал сегодня я. И, в общем-то, как и в прошлый раз, я попробую немного покомментировать недельную главу. Мне, опять-таки, легко это сделать после него. И в этот раз моя задача легче. Я не слушал недельных комментариев Саши на e-show.org. Так что, извините, если я буду о том же. Так что, мне легче, чем в прошлый раз, потому что в прошлый раз я его слушал. И недельная глава «Хукат», она, в общем-то, достаточно интересная. И вот как-то у меня картинка сложилась. И о том, с чего начинается эта недельная глава, и о том, что нам предстоит сегодня еще делать, и о том, что нужно помнить. Вот у меня как-то все сложилось это в одном. И недельная глава начинается с законов о ритуальной чистоте, или законов очищения, о красной корове. И эти законы относятся к разряду законов «Хуким». Слышали вы такие? Ну, некоторые, да, некоторые смотрят, о чем этот мужик вообще говорит. Ну, есть законы, которые понять нельзя. Слышали вы такие вещи? Вот если вы прочитаете внимательно законы о рыжей лице, понять нельзя. Можно было только исполнить, а вот понять глубину вообще, какой-то логический смысл этих законов нельзя. Их можно было только исполнять. И, в общем-то, мы сегодня будем говорить о причастии и о том, можем ли мы это понять. Понятно, что мы должны исполнять. Но вот можем ли мы понять, что Всевышний нам заповедал делом. И то, что Он нам заповедал делать, в общем-то, некоторым образом связано со словами, опять-таки, какими? Помни. Отлично. Мы смерть Господню возвещаем, доколе Он не придет. Мы что-то себе на самом деле напоминаем. И мы нуждаемся в том, чтобы мы что-то помнили. И когда мы читаем Писание, вы знаете, я обращал внимание, насколько часто Творец говорит, чтобы мы что-то помнили. Говорит, и вы помните? Помните? Никогда ничего не забываете? Знаете, очень быстро мы умеем забывать. И часто вот мне, моя жена, отправляя меня в дорогу в магазин, говорит, ты же не забудь. Как будто мне это помогает. Ну вот это вот, ты не забудь. Вот оно мне, знаете, странно, но не всегда помогает. Вы по-другому как-то устроены? Вам иногда говорят, ты же смотри, обрати внимание и не забудь. Вы говорите, хорошо? И что делаете? Ну забывают. Вот как-то так мы устроены. Не часто, не всегда. Иногда у нас хорошо с памятью. Но иногда наша память, она устроена очень странно. Нам говорят, ты же смотри, не забудь. И мы ровно забываем. И вот так вот и в Писании Бог обращается к нам и говорит. Восьмая глава второзакония, по-моему. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытывать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Вы знаете, евреи всегда хранили заповеди? Нет. А их же предупреждали. Смотрите, ребята, идите и что? Помните. Что Бог вас испытает. Будете вы их исполнять или не будете? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградная лоза, смоковница, гранатовые деревья. В землю, где масляничные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни, железо, из гор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл. Евреи послушали и периодически что делали? Слушайте, как Бог подробно рассказал о том, что им предстоит. Как Он рассказал о том, как Он их благословит. Говорит, только берегись. Ну, это опасно, если ты что? Забудешь. И мы периодически забываем. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего. И не соблюдая заповеди Его, законов Его, постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда ты будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего, что у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и ты не забыл Господа, Бога твоего, который выбил тебя из земли египетской, из дома рабства. Читая это, я вообще задумывался на то, как выглядит моя жизнь. Скажите, у вас в жизни были проблемы? Были, да? Ну, не у всех, понятно, тут есть счастливчики, которые никогда с этим не сталкивались. У кого-то были финансовые трудности? Да? И вы знаете, тут нету опасности, что вы забудете. Когда вам плохо, нету опасности, что вы забудете. Вы как-то очень быстро и хорошо помните, уповаете, знаете, от кого вы зависите, вы молитесь, вы просите, и делаете это достаточно часто. Но тут Писание говорит о другой вещи. Он говорит, послушайте, я хочу вам сказать, когда ты будешь есть, и что делать? Насыщаться. Знаете, многие люди едят, но не насыщаются. Но бывают люди, они нуждаются в пище, они испытывают голод, они едят, но не насыщаются. Здесь Всевышний говорит, когда ты будешь есть, и что? Насыщаться. Построишь хорошие дома. Вы все уже построили хорошие дома? Некоторые, да. Я спросил все. И все тогда нет. Я счастлив за вас, за ваш дом. А крупного? И будет много серебра и золота. И дальше написано вообще так. И всего у тебя будет много. Ну, просто всего. То есть, уже все хорошо. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И он говорит, послушайте, ребята, опасность наступает тогда, когда у тебя уже всего много. Тогда ты чувствуешь, что у тебя нет такой прямой зависимости. Ну, не все так, конечно. Все мы понятное дело, все помним. Но некоторые, ну, это не про наших людей. Да? Что, аминь? Не надо говорить, да будет так. Послушайте, так быть не должно. Вот это аминь. Так быть не должно. Здесь написано, чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство. Безумие сможет сказать своими устами, это я всего этого достиг. Это ненормальные люди. В общем-то, большинство из нас, верующих, понимает, что мы не своей силой и крепостью. Мы не достигли сами. Бог благоволил к нам, Бог благословил нас, Бог дал нам достигнуть всего этого. И мы готовы об этом говорить, свидетельствовать. Да? Но здесь написано, смотри, чтобы ты не сказал где? В сердце. Оказывается, эта мысль может прийти в сердце, и ты будешь говорить это не кому-то. Это будет говорить к тебе. И от этого твоя гордость будет подниматься. Ты будешь думать много о себе. Описание говорит, не надо думать вам много о себе. Поэтому, когда ты будешь иметь всего много, берегись, чтобы не сказал ты в сердце своем. Моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство. Но, чтобы помнил Господа, Бога твоего, что Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне. Завет свой, который Он клятву обещал отцам твоим. Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед иных богов, ну, там, в общем-то, обещаны были, догадываетесь, да? Неприятности. Итак, проблема с памятью наступает, когда всего много. И вы знаете, Всевышний предупреждал нас об этом. Но свяжет до сегодняшнего дня. Да? Да. Послушайте, это слово, в общем-то, неплохо и до сегодняшнего дня, чтобы мы кое-что помнили. И оборачиваясь назад, а нам есть куда уже обернуться, да? Кто из вас верующий больше года? А больше пяти лет? А больше десяти? Уже меньше рук, но все равно достаточно. Есть куда обернуться назад? Есть что вспомнить? Да, и сказать, вау, откуда я пришел? Откуда я пришел? И что сегодня в моей жизни? Иногда мы до сегодняшнего дня можем быть не очень довольны тем, что мы имеем. Можем? Хороший совет, повернитесь назад. Хороший совет, просто посмотрите назад и вспомните, откуда вы пришли. Какой путь вы проделали? Что с вами сделал Всевышний? И тогда, вы знаете, чувство благодарности, оно наполнит наше сердце. Вспомни, вспомни. И это будет, в общем-то, неплохо для каждого из нас. И Всевышний дает нам определенное лекарство, напоминая о том, что нам нужно кое-что помнить. И, в общем-то, вспоминать достаточно часто. Ну да, потому что написано, помни день субботний, чтобы светить его. Опять, помни. Но каждую неделю, что-то забыть. Бог какой-то странный. Вы не находите? Каждую неделю шаббат. Но каждую неделю. Ну что, тяжело запомнить? Ну, каждую неделю шаббат. Тяжело запомнить, что каждую неделю после пятницы наступает какой день? Что, тяжело запомнить? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ну, можно начинать было с воскресенья. А потом, после этого, что? Ну, помните, да? Посмотрите, вокруг вас много людей забыло. Слушайте, есть рядом люди, которых нету. Которые должны быть. Вот, ну, вот рядом пустые места. Есть? Так там же люди должны сидеть. А у них просто плохо с памятью. Понятно, о чем я говорю? Сегодня есть рядом пустые места, потому что у кого-то плохо с памятью. Кто-то забыл, что сегодня шаббат. А его же предупреждали. Помни день субботний. Помогло это им? Вы позвоните им, напомните. Кстати. Так, вы не поняли. Вы позвоните своим друзьям, которых нету сегодня рядом с вами. И скажите, слушай, наверное, ты забыл. Я тебе на следующей неделе напомню. Есть такой день, неделя, называется шаббат. И неплохо вообще отделить его. Ну, хотя бы пару часов, чтобы прийти в служение, в собрание, пообщаться с другими верующими и вспомнить, что сегодня шаббат. Здесь же для нас написано, чтобы мы об этом что помнили? Забываем. Странно, но что делаем? Забываем. Я вам напоминаю, что вы забываете, да? Иногда мы забываем. Итак, есть вещи, которые стали в нашей жизни для нас важными. Ну, к примеру, шаббат. Сегодня день причастия. И причастие – это один из памятников, оставленных для нас в Новом Завете. Для евреев все было достаточно просто. Шаббат был достаточно регулярным памятником, да? Были праздники, которые оставлены для нас, и мы можем праздновать, в общем-то, и их до сегодняшнего дня. Все наши праздники, они возвращают нас к определенным чертам характера Творца. К определенным событиям, произошедшим в истории нашего народа, к милости, которую Он являл. И мы молимся до сегодняшнего дня, чтобы Бог сотворил те же чудеса, которые Он творил в эти дни, во времена Отцов наших. Мы возвращаемся в своей памяти к чему-то и просим Бога возобновить эти чудеса для нас. И вот одна из таких вещей, которые оставлены для нас в предходаше – это причастие. И вы знаете, многие люди говорят о традиции, о том, что она не нужна, о том, что это религия, повторяющиеся какие-то ритуальные действия, зачем они нам, мы к свободе призваны. Это все не так. Если бы у нас было все хорошо с памятью, может быть, и не надо было бы. Но поскольку у нас с памятью не очень, я понимаю, что вы сегодня вспомнили о том, что шаббат, но не всегда вы это помните. Или всегда? Всегда или нет? Всегда. Вы счастливые люди, я иногда забываю. У меня не всегда получается. Знаете, я сегодня немножко устал, потому что я приехал вчера только в Киев из Москвы. Вчера опять надо было уезжать. Знаете, поездки. И вот как-то сегодня, правда, честно, не очень хотелось. Я в пол шестого приехал и думал, может вздремнуть. У меня сегодня еще дела. И думаю, может вздремнуть. А потом вот эта вот светлая мысль, сегодня же, как его называют, да? Шаббат, да? Что-то с памятью. Сегодня же шаббат. И вот эта мысль, она меня как-то подвинула. Вы знаете, но не всегда она меня подвигает. Иногда наша усталость, забота. И мы говорим, ну, может быть, сегодня побудем дома. И неправильный выбор. Знаете, неправильный выбор. Я лично очень доволен, что я вот не остался отдыхать. Как-то мне вот радостно на душе, что я не остался отдыхать и сделал сегодня правильный выбор. Но, к сожалению, не всегда он таков. Не знаю, вы счастливые люди, вы сказали, что вы всегда помните. Я за вас рад. Но я вот как-то не всегда. Итак, Луки 22 глава. «И взял хлеб, и благодарил, и преломил, и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечеря, говоря, «Сие из чаша новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И странные слова. Помним, да? Заповеди. Какие? Как они назывались? Не все запомнили, да? Вроде же было недавно, минут 20 назад, и просил запомнить, да? Или не просил запомнить? Не просил. Теперь прошу, запомните. Посмотрим, поможет ли это вам. До конца служения попытайтесь запомнить? Я в конце спрошу. Многие из вас запомнили. Странные заповеди, которые выполнять нужно, а понимать не очень получается. И, в общем-то, Ешоа, он оставляет некоторые заповеди, говорит, чтобы мы это делали, его вспоминая. И, говоря это, сидя за столом на седере, в общем-то, я думаю, что ученики удивлялись. Я бы тоже удивился. И до сегодняшнего дня вокруг причастия существует достаточно много мнений и споров о том, что это есть. И тогда я понимаю, что когда он сидел за столом и взял хлеб, благодарил, преломил, подал и сказал, сие есть тело мое. Вы знаете, в его руках был, что? Что в его руках было? Матца. Но он, беря мацу, говорит, это есть. Странное сочетание, да? Это есть. И что, это превратилось в плоть? Но это есть плоть. Когда он взял чашу, я не буду сейчас долго спорить с вами, может быть, мнение, что это был виноградный сок, может быть, это было виноградное вино все же. Мы можем долго. На эту тему тоже, в общем-то, люди достаточно много спорят, что же там было, сок или все же вино. Ну, есть два мнения, одни придерживаются одного, другие у другого, они там много спорят на эту тему. Но он говорит, нет, вы не поняли. Это есть кровь. Какая разница, что там было до этого? Вы знаете, мы можем долго пререкаться и спорить, что же было в чашу налито. Но когда он ее взял, он говорит, это есть. Вы знаете, я не думаю, что там появилась кровь. Но то, что было в чаше, стало кровью. Странно, да? Никому не странно? Кто-то может это понять? Если кто-то это может понять, подойдите ко мне в конце, объясните. Потому что я лично не очень понимаю. Потому что здесь есть, в общем-то, тайна. Послушайте, это тайна. И то, что сегодня будет происходить, это величайшее таинство. Завещанное всем верующим Нового Завета. Он говорит, вам это необходимо. Но это тайна. Как это, вы не понимаете. Но вам нужно это делать, если вы хотите иметь жизнь. И, в общем-то, он говорит очень важные вещи. Обращу внимание. Взял хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. О Новом Завете хоть слово сказано? Это вопрос. Слово хоть сказано в Новом Завете? Хорошо, я понял. Надо еще раз прочесть. Внимательно. Теперь понятно, что я буду спрашивать? Внимательно по тексту следите. Взял хлеб, благодарил, преломил и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. О Новом Завете хоть слово сказано? Нет, все хорошо. Также и чаша после вечеря, говоря, сие из чаши Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. А здесь? Разницу чувствуете? Его тело – это жертва. И люди, живущие во времена Сенатского Завета, они имели часть в жертве. Они причащались к жертве. Это было частью того Завета. В том Завете когда-нибудь причащались к крови? Никогда. Существовал запрет на употребление крови. И здесь Ешова говорит, «А вот эта часть есть Новый Завет в моей крови». Разница понятна? Но я вернусь к выражению «это есть». Левит, первая глава. «И воззвал Всевышний к Маше и сказал ему, и скини собрание. Говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, принесите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть, всесожжение, жертва его что? Есть». Опять, не вспоминаете только, что я читал? «Сие есть». «Жертва есть». И вы знаете, тут позднее возникла таки путаница, потому что Ребе Шауль, он говорит, что некоторые участвуют и не различают. Ну, 1 Коринфянам мы будем читать. Это стандартные места, которые читаются на причастие. Он говорит, «Некоторые едят и не различают». И это, опять-таки, часть еврейской культуры и традиции. Вы участвовали в пасхальных седрах? Там есть дети, которые должны задавать вопросы. Какие? Маништана. Чем отличается? Слушайте, вроде все как-то, ну, очень похоже, но чем-то это отличается. И проблема заключается в том, что иногда мы не отличаем. И мы будем читать, что, ну, есть проблема с этим. Итак, если жертва есть, она может выглядеть очень похоже, но не быть жертвы. Вы знаете, здесь написано, если жертва есть в сожжении из крупного скота, то пусть принесет ее из мужского пола. А если женского? не говорится, что нельзя. Да, пожалуйста, приносите женского, но это не есть. То есть, вы можете это сделать, но это не будет уже жертва всесожжения, потому что, если она есть жертва всесожжения, то она может быть только мужского пола. Но дальше на этом требование не заканчивается. Без пороков. А если с пороком, то не есть ни жертва. пусть приведет ее к дверям скинь и собрания. А если за угол? То есть, мужского пола, без порока, хороший бычок, зарежем за углом. Это хороший бычок. Можно сделать хороший шашлык, барбекю, я не знаю, за углом, там же. Но, извините меня, это не есть жертва. Это что-то другое. Оно очень похоже. Бычок такой же хороший, красивый, без пороков, все отлично, но это не жертва. Если не у дверейских и не собраний. Вы можете все это сделать, но вы не приобретете благоволение. Потому что для того, чтобы приобрести благоволение, нужно было взять мужского пола без пороков и привести ее в определенное место. Аминь. Возложит руку свою на голову жертвы все сожжения и приобретет он благоволение. Замечу, жертва живая, да, а благоволение нужно что? Так нужно убийство. Некоторые люди сосредоточены на убийстве животного. Но правда заключается в том, что приобретал он благоволение еще когда жертва была живая. И дальше написано, в чем он приобретет благоволение? В очищении грехов. Понятно, что есть. И Всевышний, да моя заповедь о причастии, говорит, сие есть тело и кровь. Понятно, да? Слово какое должно здесь быть? Какая заповедь? Ну, я же просил, я понял, что вы запомнили, а все остальные помнят, да? Там все, хоким, подсказка, хоким. То есть, понять очень тяжело. Должны, сейчас будем делать, понимать тяжело. Я не говорю о том, что мы совсем ничего не понимаем, но, знаете, я множество раз пытался у людей, ну, заветных верующих, получить ответ, для чего они это делают, кроме вот стандартного понимания, что смерть Господню возвещаем, да коли он не придет. Я говорю, хорошо, все, а вот еще можно что-нибудь? Ну, как-то еще более подробно объяснить, что это такое? Не пытались никогда? очень тяжело получить, ну, ответ. Делаем, понимаем, не всегда. Вот там сказали так делать, и мы это, что? И это правильно. На самом деле, это правильная позиция. Нам сказали, мы делаем, не понимаем, понимаем. Это таинство, оставленное для нас, и мы это должны делать. И, в общем-то, Рэбб Шауль в первом послании к Алинифинам, в 11 главе, 23 стиха, он говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». Вообще, я люблю читать. Вы знаете, что его там не было? Я люблю читать прослания Павла. Вы знаете, что его там не было? Он говорит, «А он мне передал». Ребята, которые сидели за столом, они по большому счету, ну, нормально, от них нормальное высказывание было бы. Он нам сказал это делать. Мы там были, он что нам сделал? Он нам сказал. Но здесь Шауль говорит о прямом откровении, потому что его тогда там не было. И он говорит о том, что Господь ему рассказал. Не люди. Замечу, он не говорит о том, что апостолы, которые там были, они мне пересказали. Там так написано? Он говорит, послушайте, Бог мне открыл это. Было ли это важным, если Бог так поступил? Да. Поскольку мы видим прямое божественное вмешательство и откровение такого уровня, когда Бог рассказывает подробности происшедшего лично, а не через людей, я думаю, Он придает этому огромное значение. Аминь? И он говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он говорит, «Я вам что сделал? Но учтите, я получил это не от людей, а от Бога. Я вам передаю, но сам я получил это от Бога. Что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите сие с тела Мое за вас ломимого, сие творите в Мое воспоминание». Опять-таки, что-то мы должны помнить. И это день памяти. Сегодня день памяти, и мы будем вспоминать его смерть и воскресенье. И вы знаете, день смерти это не нечто приятное. Но день воскресенья это величайшее торжество и праздник. И мы должны помнить не только торжество и праздник, но мы должны помнить, что он и умер. И он говорит, вы должны сочетать эти две вещи. Память о Моей смерти и память о Моем воскресенье. И всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу, и смерть Господню возвещаете, доколе Он не придет. И это мне говорит о том, что когда Он придет, мы это делать перестанем. Вопрос почему? Послушайте, Он оставляет нам что-то на какое-то время. Он говорит, сейчас для вас это необходимо, а потом необходимость в этом отпадет. Почему? Не задавались ли вы себе такой вопрос? Послушайте, почему сегодня это необходимо, а когда Он придет, необходимость в этом отпадет? Почему? оставить вас без ответа? Знаете, что что-то находится в крови? Жизнь. Жизнь находится в крови. Именно потому, что жизнь находится в крови, нам было запрещено вкушать чью-то кровь. Он говорит, потому что я вам дам источник жизни, свою кровь. Он говорит, я вам оставлю до моего пришествия источник жизни, к которому вы можете прибегать. И это величайшее общинное таинство. Слушайте, это важный момент. Это таинство оставлено не для отдельного верующего. Это общинное таинство. Это нам оставлено как общине новозаветних верующих. И это тайна для нас. И он говорит, я вам оставлю то, что является источником жизни, мою кровь. И мы в этом нуждаемся. Но когда он придет за нами и возьмет нас туда, там этой необходимости уже не будет. мы все изменимся и уже будет другая реальность для нас. Понятно, да? Поэтому пока мы на этой земле, он оставляет для нас эту тайну и говорит, вы хотите иметь мою жизнь в себе. Аминь. Тогда вы нуждаетесь в этом. Вы нуждаетесь в том, чтобы приобщаться к его телу и крови. Вы нуждаетесь в том, чтобы иметь часть в его жертве, в его теле. Потому что, в общем-то, питающиеся от жертвенника, они имели часть в жертвы. И читая книгу Левит, вы будете знать, что прикасающихся к жертве за грех, он получал очищение. И сколько превосходнее жертвы, столько превосходнее и очищение. Его жертва, она совершенная и принесена была на небесный жертвенник, в небесное святилище. И тогда мы имеем совершенное очищение от причастия к его жертве. И мы имеем его жизнь внутрь себя, когда мы принимаем в себя его кровь. Да испытывающий человек таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Вы знаете, многие люди, они понимают, что они не таковы, как должны быть. Ну, я точно знаю это о себе. Я не таков. Я не таков. И сегодня, стоя здесь перед вами, я знаю, что я не таков. Но это не должно останавливать меня от причастия, потому что я никогда не буду таковым. покаяю на этой земле и никогда не буду совершенным. Я могу стремиться, я могу идти, но я никогда не буду совершенным. И тогда значит, что я никогда не смогу принимать. Он оставил для меня это, чтобы я останавливался и понимал, что мне нужно покаяние, что мне нужно исправление, что я должен себя проверять и очищать. Вы знаете, люди, живущие сегодня, они забывают о том, что они должны дать отчет. Евреи, приходившие в храм, они должны были предстоять перед лицом народа и священника и исповедовать, какой жизнью они живут. Как вы думаете, они задумывались об этом? Да, они понимали, что мне надо завтра будет что-то говорить. Но сегодня у нас такого нету, такой практики нету, к сожалению, не к счастью, к сожалению. Но оставлена к счастью часть причастия, когда мне нужно остановиться и испытать себя, остановиться и привести свою жизнь в порядок. И если я хочу изменить свою жизнь, Бог дает мне такое право прийти к покаянию, очиститься и принять его тело и его кровь. Если вы не собираетесь оставлять греха, да, тогда вы не можете принимать участие, причастие. Если вы не собираетесь, если вы произвольно собираетесь грешить, тогда я не советую вам принимать причастие. Но во всех остальных случаях он говорит, я даю вам возможность привести свою жизнь в порядок, потому что в буднях вы это не всегда делаете. Но сегодня отделите для себя этот день, когда вы имеете возможность привести свою жизнь в порядок, покаяться и принять величайшую тайну, иметь часть в его жертве и в его крови Нового Завета. Аминь. Так что я до конца не понимаю, это по-прежнему как называется? Хуки. Тайна. Но он оставил эту тайну для нас и мы можем иметь через это очищение и жизнь. Аминь. Поэтому я отдаю микрофон и я думаю, что ваша дальше поведет служение. Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не если приобщение тела Христова. Один хлеб и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Приобщение крови, приобщение тела. Интересное слово. Оно означает отношение, соучастие, взаимоотношение, общение. Мы соединяемся, друзья, в этой жертве, как Израиль соединялся вместе, в одном стремлении приближаться к Богу. Когда мы вспоминаем то, что Дмитрий говорил, мы соединяемся. Три раза в год весь мужской народ Израиля приходил, и нужно было тоже помнить, приходил перед лицом Господа, на праздники они соединялись вместе. Это было особое время, когда люди шли и вспоминали, что мы не просто соседи, мы не просто вот мой дом здесь, твой за холмом, и так далее, и так далее. Мы один Израиль, один народ, одна вера, у нас есть один Бог, и мы все вместе выбираем идти к Нему. Амин? Амин. Итак, я думаю, что то, что необходимо было слышать для того, чтобы приготовить свое сердце к этому служению, к этому разделению, все сказано. Поэтому давайте мы, друзья, встанем сейчас на наши ноги, и задних рядов, так как принято у нас, вы знаете, подходите, пожалуйста, берите, те, кто находится во взаимоотношениях с Господом, кто заключил с Ним завет, кто вошел с Ним в завет, приходите, пожалуйста. Просто берите, становитесь на место, мы помолимся потом все вместе. с Ним Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Боже, Ты — наша совершенная жертва. Это величайший поступок любви в сторону всех людей, в сторону нас. Ты умер за нас, когда мы не знали Тебя, когда мы не любили Тебя и даже не думали о Тебе. Ты обратил Своё лицо к нам. Ты стал жертвой живой за каждого из нас. И мы сейчас, Господь, вспоминаем об этом, мы размышляем об этом, и мы говорим, «Сие есть тело Твое». Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, Который даровал нам этот хлеб от земли. Благодарим Тебя, что Твое тело, оно было ломимо за нас, оно было пронзено за нас, и Ты стал жертвой искупительной за каждого из нас. И мы благодарим за кровь завета, за кровь, через которую Ты ввел нас в особые взаимоотношения с тобой. Ты дал нам власть называться и быть Твоими детьми. И это большой подарок, большая привилегия, большая радость для нас – называться и быть Твоими детьми. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, Который даровал нам этот плод виноградной лозы. Мы благодарим, сие есть кровь нового завета. Благословен Ты, Бог, Который ввел нас в этот завет, Который вверен в этом завете, даже когда мы отступаем от Него. Который простирает свою руку, давая прощение, искупление и жизнь. Благословляем Тебя, Царя Славы, сие есть кровь Его, кровь нового завета. Принимайтесь в благодарение. Друзья, поблагодарите сейчас Господа от своего сердца. Боже, спасибо! Ты нас любишь! Ты нас любишь, Господь! Спасибо Тебе за эту любовь! Ты так любишь нас, Боже! Он так любит, Он так любит, Он так любит, Господь! Он так любит, 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 Он так любит. Боже, мы обращаем свой взор к Тебе, и лица наши проясняются. Ты наполняешь нас светом Твоим, Ты благословляешь нас Твоими благословениями. Мы народ Твой, мы олцы паствы Твоей, Господь. И мы верим, что Ты держишь каждого из нас за руку. Ты ведешь нас к злачным, к хорошим пожитям. Ты даешь нам пищу и пропитание. Боже, если мы что-то забыли в своей жизни из тех благ, которые Ты произвел для нас, то Ты, Боже, напомни нам те обеты, которые мы говорили, обещания, то, что те стремления, которые были, Господь, мы хотим помнить и благодарить. Потому что на самом деле Ты единственный являешься причиной нашего любого успеха, благословения, любых даров и всего того, что мы имеем. Боже, Ты причина нашего благословения. Ты причина наших измененных жизней. Не потому, что мы хорошие люди, а потому, что Ты искупил нас, потому что Ты изменил нашу природу, даровав нам называться и быть Твоими детьми. Это великий подарок. Мы ценим это, Господь. Мы ценим это. Мы благодарим Тебя за все, что имеем, во всем, что имеем, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое прямое участие, ежедневное, глубокое в деталях в нашей жизни. Ты приводишь нас в нужные места, чтобы менять нас. Ты ведешь нас от силы в силу, от славы в славу, Господь, преображая нас. Ты заинтересован в нашем росте. Ты отец, а мы дети Твои. И Ты не дашь нам оставаться прежними, потому что Ты нас сильно любишь. Поэтому, Господь, мы благодарим за Твои уроки, благодарим за то, что Ты производишь в нашей жизни, за те обстоятельства, которые Ты помогаешь нам проходить, в которых мы учимся, Господь, учимся еще больше, глубже и качественно, Боже, доверять Тебе. Я очень благодарен Тебе за особые отношения, которые Ты имеешь с Твоим телом, с Твоими детьми, что Твое лицо обращено к каждому из нас, Твое лицо обращено к народу Израиля. Боже, Ты не дремлешь и не спишь. И не бывает такого момента, когда Твои глаза закрыты, и что-то происходит без Твоего ведома. Боже, Ты над всем, сущий, великий Бог, сила наша, твердыня наша, защита наша. Благословляем Тебя. Давайте Ему воздадим славу, друзья. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Наше служение, друзья, приходит к концу, но это всего лишь наше собрание. Служить Господу мы можем постоянно. И я вас призываю, служите Ему в радости. Не в духе печали, но в радости. Живите насыщенной Богом жизнью. И да будете вы благословенны во все дни ваши. Да будете вы благословенны при входе, при выходе. Да благословит Господь в труд ваш, все дела ваших рук. Да даст Он вам успех, мудрость, понимание и свое благоволение. Да будете вы благословенны перед Ним, благословенны ваши дома, ваши дети. Да укрепит Он вас силой и здоровьем. Да даст Он вам благодать и в это сложное время служить Ему с радостью во имя Ишуа Мессии. Будьте благословены. В среду в 6 часов молитва ждем. Субтитры подогнал «Симон» Шалом, дорогие друзья. Еврейская мудрость говорит следующее. «Не говори на досуге поучусь, потому что досуга может и не быть». И глядя на темп нашей жизни, мы понимаем, что это правда. Множество вещей претендует на право быть в нашем сердце. Но Бог говорит, что человек, который сокрыл Его Слово в своем сердце, он получает благословение. И я верю, что у каждого из нас есть призвание. И Бог желает, чтобы каждый из нас реализовал себя в этом призвании. Поэтому мы приглашаем вас учиться, мы приглашаем вас углубиться, мы приглашаем вас принести флор. Я верю, что это хорошее, благословенное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова